Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Одно из самых прекрасных мест в Израиле связано со Средиземным морем. Средиземное море находится слева от вас. Мы находимся в Кесарии. В этом античном городе когда-то кипела жизнь. Отсюда торговые корабли отправлялись в Африку, в Европу, в Малую Азию. А также они отправлялись в Рим. Есть много данных о том, что апостола Павла посадили в тюрьму именно здесь. Он подал апелляцию Цезарю и предстал перед ним. Это место подходит для съемок. Теперь мы плавно перейдем от того, что приключилось с апостолом Павлом и переведем наш взгляд на события из книги «Апокалипсис». «Апокалипсис» — это название книги «Откровение». Когда греки той эпохи произносили слово «откровение», то она звучала как апокалипсис, то есть раскрытие таинственного. Хотите ли вы узнать причины, по которым эта книга носит такое название? Во-первых, в Библии апокалиптическая литература относится к великим пророкам Писания, видевшим будущие события. Это не события, которые были до пришествия или воскресения Христа. Это события, которые предшествовали веку Церкви, излиянию Святого Духа и будущего, которое известно нам как время Великой Скорби. Также это возвращение Господа Христа в конце периода Скорби. Книга «Откровение» была написана апостолом Иоанном, который был узником на острове Патмос. В ту эпоху правил император Домициан. Он приказал окунуть Иоанна в котел с кипящим маслом и сварить заживо. Произошло чудо. Иоанн выжил. Почему он выжил? Потому что задолго до этого Христос сказал, «Некоторые из тех, кто стоит здесь, не вкусят смерти, а уже увидят приход Сына Человеческого, пришедшего на Царство». Некоторые люди считали, что апостол Иоанн будет жив ко дню возвращения Господа Иисуса Христа. Итак, Иоанн указывает на это в своем Евангелии. Иисус Христос, конечно же, прекрасно знал о том, что Иоанн доживет до того дня, когда Ему будет дано видение о конце времен. Откровение состоит из следующего. Во-первых, Иисус переходит от служения священника к служению Царя. Во-вторых, книга Откровения раскрывает нам тайны о ветхозаветных пророчествах, о дне Господа и о конце времен. Иоанн Богослов видел своими глазами то, как все это сбудется. Я имею в виду тексты Иоиля, Исаии, Иеремии или писания других пророков, имеющие отношение к кончине века. Пророки писали о том, что совершилось в определенное время, в семилетний период скорби. Мы знаем, что Писание говорит о периоде 42 месяца или об 1460 днях. Кто-то считает, что у апостола Иоанна было видение, хотя никто не видел это, однако абсолютно все напасти, казни и суды из Откровения предсказаны в тех или иных фрагментах Ветхого Завета. Вы понимаете, апостол Иоанн видел то, как сбылись все эти прогнозы пророков Ветхого Завета. Иоиль сказал, солнце потемнело, и луна превратилась в кровь. Исаия сказал в 13 главе так, звезды и созвездия не будут сиять. Кратко рассказав о нашей теме, я упомяну и слава Иисуса из Евангелия от Луки. Расскажу о них в связи с книгой Апокалипсиса, книгой Откровения, и мы обсудим, как это произойдет. Наша тема называется «Космические вестники возвращения Христа». Давайте зачитаем из 21 главы Евангелия от Луки. «На солнце, луне и звездах появятся знамения, а на земле народы будут в трепете и отчаянии от рева морских волн». «Вы знаете, сейчас волны Средиземного моря ревут прямо за моей спиной. Они ослабеют от страха перед бедствиями, надвигающимися на мир, и даже небесные тела поколеблются». В послании евреям Господь говорит нам так, «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Итак, Иисус Христос сравнил свое возвращение только с двумя событиями далекого прошлого. Это дни Ноя и дни Лота. Дни Ноя начались примерно 1650 лет после сотворения первого человека Адама. Дни Лота начались сотни лет спустя после потопа Ноя. Есть интересная особенность в этих двух периодах. Итак, что же произошло во время этих библейских периодов? В дни Ноя произошли две вещи. На иврите бездна — это Техом. Однажды источники бездны открылись, и при этом впервые в истории земли пошел дождь. Итак, вода лилась из двух мест. Это была и подземная вода. Давайте вспомним, что говорит Библия. Четыре реки орошали Эдемский сад, и туман поднимался от земли. Подземная вода превращалась в туман, который орошал весь Эдем. Это избытие. Что произошло? Плиты начали ломаться в Мировом океане, а земля начала растрескиваться. Потоки воды начали буквально бить из-под земли. Также дождевая вода полилась с небес. Я скажу об этом кратко. В это верят многие ученые-христиане. До наступления Ноева потопа земля орошалась исключительно туманом земли. Туман никогда не поступал в таких объемах, в каких мы видим воды Ноева потопа. Ной проповедовал людям о наводнении, которое покроет землю. Люди никогда не видели дождя. Одни строили догадки, другие не соглашались. Я хочу подчеркнуть одну подробность в этой истории. Итак, земля орошалась туманом до наступления Ноева потопа. Люди не видели дождя, и таким образом Ной проповедовал то, что людям казалось странным. Он строит корабль и проповедует о потопе. Античный историк Иосиф Флавий рассказал о том, о чем вы можете узнать на нашем веб-сайте. Бог рассказал Адаму о том, что земля будет уничтожена два раза. Адам сказал об этом Сифу, а потомки Сифа написали об этом на кирпиче и на камне, чтобы люди могли выжить при наступлении потопа. Итак, Господь Бог сказал праведному Ною, «Я уничтожу землю водою. В будущем Он сожжет ее. Во дне Ноя Всевышний уничтожил ее водою. Во дне Лота Он уничтожил ее огнем. Огонь, о котором наш Господь рассказал Адаму, это не судный огонь для Содома и Гаморы. Это огонь, о котором писал апостол Петр. Земля и все дела на ней сгорят. Я изучал труд одного ученого, и он пишет об обновлении планеты и сотворении новой Земли, цитируя 66 главу пророка Исаии. Это произойдет после суда у Великого Белого Престола на небесах. Бог обновит Землю, а потом Новый Иерусалим спустится на новую Землю. Об этом говорит Писание. Но мы вернемся к нашей теме. Дело в том, что мы знаем о том, что в космосе начнутся очень и очень серьезные процессы. Это будет в конце. А мы возвращаемся к 21 главе Евангелия от Луки, к 11 стиху. Будут происходить ужасные события, и явятся великие знамения. По-гречески это phobos или megas. Эти события породят фобии. Слово «страх» или слово «фобия» — это синонимы. В мире существует множество всевозможных видов страхов или фобий. Одни боятся собак, другие — пауков, а это фобия особая. Слово «великие» в греческом звучит как «megas», от которого появилась приставка «мега». Допустим, «большое землетрясение» — это «мега землетрясение». Люди увидят крупные знамения, которые будут в небе. Мы пройдем их быстро. Давайте прочтем выдержку из 8 главы книги Откровения. «Словно огромная горящая гора упала в море, и третья часть моря стала кровью. Третья часть всего живущего в море умерла, и третья часть судов погибла. Мы прочли о горе, пылавшей огнем». Согласно достаточно правдоподобной точке зрения одних исследователей, это огромный вулкан, который начнет извергаться неожиданно. Когда был уничтожен итальянский город Помпеи, то это произошло 9 лет спустя после уничтожения храма в Иерусалиме. Везувии зверк лаву, земля Помпеи затряслась, посыпался пепел и потекла лава. Люди не спаслись из-за вулканических газов и пепла, который накрыл их. Я видел Помпеи, это одно из самых страшных мест. Ученые вели раскопки в той местности. Специалисты покрыли тела погибших. Извержение Везувия унесло огромное число жизни тогда. В библейской книге Откровения описана одна гора, пылающая огнем. Итак, эта гора просто гигантская, и она производит изменения в третьей части моря. Треть моря сделалась кровью. Это означает, что морские твари погибли. Умерла треть всего в море, и погибла треть кораблей. Я долго не понимал строчку о кораблях. Я рассуждал так, как извержение вулкана может уничтожить треть кораблей. Это цунами. Ответ очень прост. Условие для этого — извержение прибрежного вулкана. Это происходит в наши дни, но в малых масштабах. Если гора упадет в море, и под ней образуется разлом, то она создаст волну высотой в 30, а то и 40 метров. Такая волна ударит в борта и верхнюю часть кораблей. Откуда мы узнаем об этом? Вы помните недавний цунами в Индонезии? Есть люди, которые выжили после этого цунами. Они сказали, мы увидели корабль, надвигающийся на сушу. Корабли изменили курс и направились к земле. До этого все люди считали, это просто выдумкой. Этого не может быть. Теперь мы знаем доподлинно. Извержение воздействует на появление цунами. Ну, а теперь давайте продолжим чтение книги Откровения. Третья часть Солнца затмилась. Мы знаем о том, что все это происходит, потому что пепел поднимается из вулкана. Однажды я сам видел извержение одного из вулканов. Территория рядом с вулканом становится темной, и огромные хлопья пепла, напоминающие хлопья снега, летят вниз. Посмотрите на вулкан Сент-Хелленс. Это пример того, как пепел поднимается в небо, и пример того, что происходит в небе во время извержения вулкана. В 1815 году извержение вулкана в Индонезии унесло жизни 60 тысяч жителей. Катастрофа превратила лето в зиму. Все потемнело, и вулканический пепел, поднявшись сверх, сыпался с неба долгое время. Я не знал этого, пока не нашел эти данные. Половина планеты погрузилась в темноту из-за вулкана. А теперь мы с вами вернемся к восьмой главе книги Откровения Иоанна Богослова. «Пылающая гора взрывается, и огонь уничтожает треть кораблей и морских тварей». Скорее всего, это будет извержение вулкана, которое станет причиной цунами. Цунами может стать причиной падения пепла, который покроет мир. Возможно, Откровение 8 глава 10 стих удивит людей больше, чем извержение вулкана. Это астероид. В 24 главе Евангелия от Матфея Господь Иисус Христос сказал, что настанет время падения звезд с небес на землю. Когда речь заходит о звездах, то мы представляем себе крупные звезды или же падающие планеты. Здесь идет речь о метеоритах, которые являются фрагментами астероидов. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. Третья часть вод сделалась полынью, и многие умерли от вод, ибо они стали горьки». Здесь есть греческое слово «астр», от которого произошло слово «астрономия» и слово «астероид». В этом стихе звезда — это астероид, который однажды упадет на землю. Здесь написано, что она горит, как лампа, и нам нужно вспомнить глиняные светильники. Вы знаете, я верю, что автор описал здесь хвост астероида, который можно увидеть у небесных комет. Один из астероидов упал в России. Итак, комета — это падающий огненный шар со светящимся хвостом. Я верю, что апостол Иоанн описал именно это. Итак, однажды наступит время в истории людей, когда население Земли назовет эту звезду полынью. Примечательно то, что в Ветхом Завете слово «полынь» встречается семь раз. Иеремия говорит о нем дважды. Сейчас на экране вы увидите точные адреса этих двух стихов. Так вот, пророк Иеремия сказал, что Господь накормит народ полынью. Важно упомянуть то, что у столицы Израиля, Иерусалима, было немного источников воды. Если мы обратимся к прошлому, то был период в истории библейского Израиля, когда подводный источник воды Иерусалима стал непригодным для питья, и его назвали полынью. Вы знаете, еврейское слово «полынь» означает «проклинать». Полынь — это то, что отравляет, поэтому яд — это символ проклятия, или того, что проклято. В Новом Завете полынь — это символ горечи. Таким образом, третья часть воды всех морей мира становится отравленной после падения астероида. Перед поездкой я провел поиски в интернете, и там было столько подробностей, что я остановился. В мире есть 10 рек, где можно пить воду, то есть это пресноводные реки. Эти реки есть в некоторых частях Европы, в некоторых частях Африки и в других частях планеты. Воду из этих рек пить можно. У меня было сильное желание найти данные о крупной реке, из которой можно пить воду, и я думал, что она как раз-таки окажет воздействие на третью часть мира в последние времена Откровения. К сожалению, я не нашел эту злополучную реку, но вы найдете реки длиною в полторы тысячи километров. Вода станет непригодной для употребления после падения метеорита. Люди попробуют эту воду, но они не смогут ее пить, потому что им станет плохо, и у них очень сильно сведет живот. Такое состояние хорошим не назовешь. Если обычные проблемы в желудке мешают, то что же будет тогда? Будет такое перераспределение. Когда астероид упадет на Землю и произойдет извержение вулкана, то сработает эффект. Первый эффект описан в шестой главе Откровения. В будущем одна мерка пшеницы будет продаваться за динарий, а один динарий — это средняя оплата однодневного труда. Люди будут работать по восемь часов в день и получать за день деньги, на которые купят лишь буханку хлеба. Тринадцатая глава Откровения. Это важно знать. Астероид упадет, и вулкан уничтожит третью часть продовольствия на планете. А потом людям будут ставить печать зверя, когда люди не смогут покупать и продавать без нее. Антихрист и десять царей организуют контроль над поставкой продовольствия через его религиозную систему, поклонение и руководство. Он сделает это, чтобы создать дефицит продуктовых товаров. Вернемся к шестой главе книги Откровения. Это будет в начале скорби. Всаднику на рыжем коне будет дано взять мир из земли. Также начнется нехватка продовольствия. Все это происходит по причине двух основных судов, которые повлияют на треть мира, на третью часть пищи и морских созданий. Таким образом, во время периода скорби упадет астероид и будет извержение вулкана. Каким образом на это отреагируют люди? Кто-то думает, что после этого все покаются пред Богом. Они скажут, нам нужна Божья помощь. Что написано в шестой главе Откровения? На небесах группа мучеников взывает к Богу о мести, и Господь Бог посылает кару на землю на их мучителей. Итак, это начнется там. Далее мы видим реакцию людей на суд. В шестой главе Откровения сказано, что богатые и бедные скрываются в горах, чтобы избежать будущего гнева. У людей будут наземные укрытия, а также подземные убежища. Люди уйдут в бункеры. Я знаю несколько мест в Соединенных Штатах Америки, где построили бункеры, где смогут укрыться высоко поставленные личности. А теперь давайте мы вместе откроем девятую главу Книги Откровения. Люди не раскаются в делах своих рук, хотя Иоанн написал четыре раза, что они будут знать, что на них придет Божий гнев. Они будут знать, что это Божий гнев, но не покаются. В шестнадцатой главе написано, что сильный зной солнца сжег грешных людей. Эти адские камни будут весить сорок пять килограммов. Итак, начнется камнепад и сильный зной. А вот что сказано в девятом и в двадцать первом стихах. Эти люди хулили имя Бога. Они проклинали имя Бога и не покаялись. Как ожесточилось их сердце. Я вижу это в США, и я вижу это по всей Европе. В Британии христианство процветало, и церкви были полны людьми. А сейчас многие церкви стали музеями и памятниками истории. Почему? Потому что люди не каются. Сейчас я скажу нечто важное. Когда мы подойдем к концу телепередачи, то все вы узнаете одну важную вещь. Смотрите. Конец всему придет только после проповеди Евангелия людям на земле. В пятнадцатом стихе Откровения говорится о периоде скорби. Вначале будет проповедь. Благовестие будет вестись, пока люди будут обращаться и каяться. Но наступит время, когда люди ожесточат свои сердца и станут настолько упрямыми и черствыми, что они откажутся признаваться в своих грехах. Когда они откажутся каяться, то тогда не будет нужды благовествовать. Век церкви закончится, и произойдет восхищение. Потом наступит великая скорбь по всей планете. Бог говорил, что Евангелие будет проповедано, и тогда наступит конец, и что будет падение звезд и мерзость запустения в храме. Очень важно верить в восхищение церкви. Это конец века церкви. Это завершение благовестия и конец благодати. Гнев изольется только после отнятия благодати. Вначале он дает благодать и лишь потом изливает гнев. Так было в Израиле. Я чувствую, нам надо дать вам еще учение. Но, с другой стороны, я поделился всем, что у меня было, и помог вам увидеть космических вестников конца времен. В нашей передаче мы предлагаем купить книги, видео и диски на всевозможные духовные темы. Мы предлагаем купить материалы, которые помогают понять Библию. Смотрите нас и оставайтесь с нами до конца телепрограммы. Воздайте славу Господу! Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга «Откровение» или «Апокалипсисом» интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге «Откровение»? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это – да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги «Откровение» от первой главы и до «Аминь» 22 главы. Вот название некоторых DVD. «Код Апокалипсиса и Небесный Храм», «Небесный Тронный Зал», «Священство и Начало Скорби», «Два Свидетеля», «Бема», «Дракон и Царство Зверя», вот еще один «Исламский Антихрист», «Лже Пророк» и «Империя Зверя». Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». «Загадочная женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск «Тысячелетний код», «Тысячелет правления Христа Царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учения библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я доктор Брайан Катшелл. Мне выпала честь стать ректором Международной онлайн-школы Пэристоуна и членом служения этого человека. Вы можете узнать о нас, зайдя на наш сайт. Добро пожаловать. Я знаю, что вы в восторге от этого учения о предвестниках апокалипсиса. Это учение поистине уникально. Никто не учит на эту тему так, как наш брат Пэристоун. В эти дни нужно обратить внимание на этих предвестников, ведь они рассказывают историю о грядущем. Прошлое говорит о будущем. Мы учимся многом на примерах, которые даны нам в Священном Писании. В особенности мы учимся истине на примерах книги Откровения, которая напрямую связана с концом времен. Если вам нравится такое глубокое учение, то вы просто влюбитесь в это чудесное учение «Разгадка кода апокалипсиса». Это уникальное учение Пэристоуна. Что такое код апокалипсиса? Это книга Откровения, одна из часто неправильно понимаемых и сложных для преподавания книг всей Библии. Однако Пэристоун сделал эту книгу понятной. Он возьмет вас за руку и проведет вас через всю книгу до конца. Вы узнаете о восхищении Церкви, о семи годах скорби, а также о чудесном воссоздании нашей многострадальной планеты. Мы поговорим о тысячелетнем Царстве Христа. Вы узнаете о брачном ужине Божьего Агнца, об ангельском хоре, о тронном зале Всемогущего Господа, и вы попадете на духовный праздник под названием «Разгадка кода апокалипсиса». Сейчас земля переживает духовные родовые муки. Библия говорит, что земля стенает о приходе Бога. Я считаю, что Церковь, тело Иисуса Христа, стенает об этом также. Что говорит Библия? Когда мы стонем или стенаем перед Богом, то Святой Дух ходатайствует за нас вздохами, которые не передать словами человеческого языка. Дух молится о совершенной воле Бога ради нас. Я хочу ободрить вас. Вы не знаете, о чем молится Богу, когда находитесь в своей тайной молитвенной комнате, и вы плачете. Когда это происходит, то Святой Дух молится Отцу о Его совершенной воле для вас. Настало время жить для Царства Бога. Настало время поехать в Израиль. Если вы хотите поехать с Перри в Израиль и послушать его уникальное учение о библейском послании на земле Библии, то свяжитесь с нашим служением по поводу поездки в 20-м году. Пусть Бог благословит вас, когда вы приближаетесь к нашему Господу Иисусу Христу в эти непростые дни. Слава Богу за фестиваль Манны и за чудесные духовные уроки этой телепередачи. Да будет Бог с вами и вашей семьей в эти дни. Перри Столм приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее.